21 век можно по праву считать временем цифровых технологий. Огромное количество людей пользуются такими устройствами, как смартфоны, планшеты, компьютеры. Человек за день обрабатывает большой массив визуальной информации. Соответственно, растет нагрузка на зрительный анализатор – наши глаза. Сегодня мы пришли в клинику «Новое зрение» для того, чтобы поговорить, какое воздействие современный образ жизни оказывает на глаза и что современная офтальмологическая наука может предложить в борьбе с проблемами, которые рождает цифровой мир. Поможет нам в этом заведующий хирургическим отделением клиники «Новое зрение» Илья Петрович Снопок. Илья Петрович Снопок – врач-офтальмолог, хирург первой категории, заместитель директора по медицинской части, стаж работы более 10 лет, сфера профессиональных интересов, рефракционная хирургия, функциональная диагностика сложной глазной патологии, проблемы патологии глазного дна, лазерное лечение, патология сетчатки и переднего отрезка глаза, консервативное лечение глазных болезней. Член Европейского общества рефракционной и катарактальной хирургии регулярно стажируется в офтальмологических клиниках Швейцарии, Англии, Литвы и Украины. За последние 5-10 лет значительно вырос процент пациентов, которые имеют здоровые ткани глаза, имеют особенности преломления света в глазу, так называемые аномалии рефракции. Это дефокусировка света на сетчатке. Чтобы более детально разобраться в вопросе, давайте подробно рассмотрим то, что должно произойти, чтобы глаз увидел единицу. Для наглядности сравним глаз с фотоаппаратом. Есть фотопленка, сетчатка. Ее задача преобразовать свет в нервный импульс, который будет понятен мозгу. Ее местоположение – это задний отрезок глаза. Есть светопреломляющие среды. Роговица, хрусталик – это объектив глаза. Задача объективно – корректно преломить свет на сетчатку. Когда есть несоответствие между преломляющей силой и длиной глазного яблока, у пациента появляется близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Приходится коррегировать особенности преломления света очками либо контактными линзами. Однако это не совсем удобно, и некоторым пациентам это не подходит ввиду, скажем, профессиональной деятельности. Около 20 лет назад медицина получила уникальный по своим физическим свойствам инструмент, с помощью которого можно дистанционно и строго дозированно влиять на ткани человека. Этот инструмент – лазер. Строго дозированное воздействие на ткани, способность лазера изменять структуры в глазу, абсолютно не затрагивая окружающие ткани – все эти свойства пришлись как нельзя кстати в микрохирургии глаза, позволив офтальмологам заменить существовавшие ранее гораздо более сложные для реабилитации вмешательства. Самая востребованная процедура среди молодого населения на данный момент – это лазерная коррекция зрения. Остановимся на методе более подробно. Операция проходит на роговице, самой доступной для оперативного вмешательства линзи нашего глаза. Физическая суть метода – это создание нового профиля роговицы в оптической и параптических зонах путем программируемого дозированного испарения части клеток с помощью оксимерного лазера. До получения пациентом нового зрения он проходит два этапа – это диагностика и сама операция. Длительность диагностического обследования в нашей клинике около двух часов, в ходе которого аппаратно снимается более 100 параметров зрительного анализатора. Все структуры глаза исследуются с помощью биомикроскопии. Очень важный момент – это развернутая консультация с оперирующим хирургом. В нашей клинике ее можно получить в любой день и в любом объеме. Значимость данной беседы невозможно переоценить. Именно там происходит один из этапов расчета номограммы – той программы, по которой лазер будет удалять клетки роговицы. Программа коррекции рассчитывается индивидуально для каждого глаза. Учитывается возраст, пол пациента, степень аномалии рефракции, вид профессиональной деятельности. Расчет корректной программы – сложный процесс, в котором участвует как доктор, так и искусственный интеллект самой лазерной установки. Отдельно хочу отметить исследование роговицы в нашей клинике – кератотопографию. Это формирование модели роговицы с картой перепада высот задней и передней поверхности. В клинике «Новое зрение» – кератотопография двухэтапная с использованием двух разных приборов. Первый этап – диагностический. Анализируя полученные данные, хирург принимает решение о возможности проведения процедуры и долгосрочных прогнозов. Исследуется толщина роговицы в разных зонах, ее профиль, каркасные функции. Второй этап выполняется только тем пациентам, которые планируют операцию. Данные, собранные двумя топографами, по сети отправляются в лазерную установку, где на основании этих значений формируется номограмма – индивидуализированная программа для работы лазера. Тот ориентир, по которому он будет испарять клетки роговицы и формировать ее новый профиль. Прошел длительный и въедливый диагностический этап. Пациент и врач выяснили все нюансы, узнали, что коррекцию делать можно. Далее самый волнующий вопрос – как проходит сама операция и когда ее можно сделать? Любимый вопрос пациента. Операция на оба глаза проводится не более пяти минут. Задача пациента – спокойно лежать и смотреть вверх, фиксируя специальную метку. Дискомфорт проведения процедуры минимален. Для удаления одной диоптрии, близорукости, дальнозоркости, астигматизма лазеру требуется около одной секунды. То есть, если мы оперируем минус 10 или минус 12, то лазер работает около 10-12 секунд. Все остальное с пяти минут – это подготовительный этап. Наши лазерные установки в зависимости от толщины роговицы позволяют оперировать дальнозоркость до 6 диоптрий, близорукость до 15 и более диоптрий и астигматизм до 6 диоптрий и выше. После проведения процедуры пациент отдыхает 15 минут, его еще раз осматривает доктор и отпускает домой. Работа клиники строится прежде всего вокруг пациента. Полностью отсутствуют очереди как на диагностическое обследование, так и на любой вид хирургии. Учитывая востребованность лазерных вмешательств, с февраля 2019 года специалисты нового зрения перешли на три операционных дня в неделю. На данный момент современные лазерные вмешательства, проводимые в клинике, это максимально реабилитирующая процедура с долгим прогнозируемым эффектом. И это уже смогли оценить тысячи пациентов медицинского центра «Новое зрение». Дорогие женщины, доктора мужчин и клиники «Новое зрение» поздравляют вас с международным женским днем. Желаю вам тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления. С праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова